Но как такие мелкие насекомые могут сгубить огромную сосну? У них есть микроскопические помощники. Вскроем вредителей и поищем. Тоже может им помогать. Вредители могут переносить сосновых нематод. Эти черви могут уничтожать целые леса. Посмотрим, есть ли они у пойманных насекомых. Вот что-то похожее. Но нет, это трахейная система. Через нее вредитель получает кислород. Точнее, получал. В кишечнике вредителей какое-то движение. Это простейшие. Не думаю, что они могут напрямую навредить дереву. Давайте поищем еще. Сделаем рассев из кишечника. Ну вот, выросло множество микробов. Это бактерии. Различные виды. Они могут быть опасны для дерева. Ведь через ходы жуки их доставляют с экскрементами прямо внутрь дерева. Но как доказать, что они опасны для растений? У меня нет древесного растения для их тестирования. Но есть симпатичный кактус. Вколем его бактерии для проверки. И посмотрим, что получится. Продолжение следует... Продолжение следует...